В футболе Новосибирск вышел на чистое первое место в турнирной таблице. Наш клуб обыграл на своем поле Челябинск со счетом 3-1 и набрал 11 очков после пяти игр в весенней части сезона. Перед этой встречей Новосибирск делил лидерство Суфой, но команда из столицы Башкирии проиграла в параллельном матче. Все подробности у Михаила Якимова. И Новосибирск, и Челябинск – крепкие коллективы с хорошо сбалансированным составом. Кочные встречи подошли, держась в группе лидеров. На старте матча команды не побежали вперед, сломя голову, но и отсиживаться в обороне не собирались. Постепенно нашли подходы к воротам друг друга. Наверное, ярче всех был удар через себя в исполнении нападающего команды гостей. Да и вообще, они владели игровым преимуществом в первом тайме. Но ключевое преимущество в счете после 45 минут было у хозяев. Глеб Бахарев прекрасным ударом в дальнюю девятку забил гол прямо перед перерывом. Сделали выводы с ребятами в раздевалке, договорились, как будем играть. Я благодарен в целом за тот отрезок, когда мы и отыгрались. Решили игровые ситуации, создавали еще моменты. Из вашего вратаря сделали просто, можно поздравить, просто супер матч провел. Супер матч провел, поэтому отметить его. Галкипер Новосибирска Максим Киселев действительно провел отличный матч. И благодаря его усилиям в том числе Челябинск больше 20 минут не мог сравнять счет. Но паритет продержался недолго. Свежий Константин Попов вскоре после того, как вышел на поле, вновь вывел Новосибирск вперед. Прошел мяч между двоих игроков нашего, Рожков Никита, по-моему, и их защитник. Ну, а мне я чуть развернулся как раз под лево. Ну, эти, значит, не глядели где-то. Ну, хорошо смог пробить свой гол. Под стать драматургии матча оказалась и его концовка. Челябинск попытался организовать финальный штурм. Получалось это с трудом. Отметить можно один опасный удар в створ. А в очередной попытке прорваться к воротам за минуту до конца основного времени матча полузащитник Никита Першин нырнул. За симуляцию получил желтую карточку, которая стала для него второй в матче и автоматически заработал удаление. Меньше минуты понадобилось Новосибирску, чтобы воспользоваться численным преимуществом. Александр Конев поставил точку в матче. Победа 3-1. С такими командами интересно играть. Они сами играют и другим дают. Ну, а чемпионат потихоньку так разгоняется от игры к игре уже и по содержанию уже более так целостно мы выглядели. Ну, и мы, и соперник. Ну, меня больше наша игра волнует. А так, конечно, очень важная победа. После успеха в матче с Челябинском наш клуб стал единоличным лидером в золотой группе второй лиги А. В весенней части турнира пока идет без поражений. В пяти матчах три победы и две ничьи. Домашняя серия игр Новосибирска продолжается. В воскресенье 7 апреля клуб сыграет в Манеже Заря с Липецким Металлургом. Начало матча в 17.00.